Что закон запрещает садоводам строить на своем участке в 2022 году? Открытие нового дачного сезона уже в разгаре, но прежде чем приступить к ремонту строительным работам, предлагаю разобрать, что в 2022 году закон запрещает садоводам возводить на своем участке. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Первое. Слишком высокий дом. На садовых участках сейчас можно возводить не только типичные дачи, где можно жить лишь в теплое время года, но и капитальные жилые дома, где их владельцы могут проживать круглогодично и даже оформить регистрацию по месту жительства. Но в то же время закон ограничивает полет фантазии землевладельцев, устанавливая четкие параметры для строительства домов на садовых участках. Пункт 39 ст. 1 Градостроительного кодекса. Не более трех наземных этажей, не более 20 метров в высоту. В конструкции могут быть только жилые комнаты и вспомогательные помещения для нужд, связанных с проживанием в доме, то есть запрещено какие-либо помещения для иных целей, например, для торговли или оказания возмездных услуг населению. И здание не должно быть предназначено для разделения на самостоятельные объекты недвижимости. В частности, запрещается возведение построек по типу таунхаус или многоквартирного дома. При этом нужно учитывать, что Росреестр включает в число наземных этажей дома мансарду. Поэтому условный дом с тремя полноценными этажами и еще и мансардой не удастся узаконить. Он попадает под запрет. Идем дальше. Садоводу запрещено строить второй дом на участке, если он слишком большой. Формально закон не запрещает строить на садовом участке два дома и даже три. Главное, на что не раз обращали внимание суды в этом вопросе, это соблюдение правил землепользования и застройки, действующих на соответствующей территории. Они утверждаются муниципальной администрацией. Там, в частности, устанавливается максимальный процент застройки земельного участка, применительно к объектам индивидуально-жилищного строительства. И если площадь второго дома суммарно с первым превысит этот процент, постройку признают самовольной. А это значит, что ее придется сносить. К примеру, суд постановил демонтировать второй дом, суммарная площадь которого вместе с первым составляла 660 квадратных метров на участке в 7 соток. При том, что местные правила землепользования предусматривали максимальный процент застройки в 45%. Друзья, YouTube работает нестабильно, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там еще больше новостей и оперативных сводок на законы. Ну а мы двигаемся дальше. Третье, что запрещено строить садоводу, это баня, которая вплотную стоит к границе. По правилам, минимальное расстояние хозяйствующих построек до границы садового участка составляет 1 метр. То есть запрещается ставить баню, сарай и тому подобные постройки ближе этого метра. Противопожарные нормы расстояний больше. Они зависят от типа материала, из которого сделаны соответствующие постройки. Только вот в судах сейчас сложилась такая практика, что даже если постройка нарушает эти расстояния, ее все равно откажутся сносить. Если только истец не докажет, что она представляет угрозу жизни и здоровью людей. Ну а с баней особый случай, так как она потенциально пожароопасна. Слишком близкое ее соседство с границей точно грозит ее сносом по решению суда. Если владелец не припримет дополнительные меры защиты от распространения огня. Переходим к запрету номер 4. Любые постройки в рамках охранной зоны. На территориях, прилегающих к газопроводу, объектам электроэнергетики, железнодорожному полотну и так далее, устанавливаются особые зоны их использования. Статья 105 земельного кодекса. И постройки, которые подпадают в такую охранную зону, автоматически признаются вне закона. Даже если они полностью соответствуют градостроительным нормам. К примеру, в одном из случаев собственника обязали снести гараж, так как при его возведении была застроена зона подземного газопровода. Единственный способ защитить свою постройку и узаконить ее в такой ситуации, это доказать, что на момент ее создания в публичном доступе не было информации о том, что земля входит в охранную зону. А значит, собственник не имел возможности соблюсти эти ограничения. Переходим к запрету номер 5. Запрещено возводить недвижимость, которая не соответствует назначению участка. Если постройка возведена на территории, которая не может использоваться по целевому назначению, такая постройка признается вне закона и подлежит сносу. Землевладельцу не удастся оформить на нее право собственности. В числе таких случаев можно выделить следующее. Любые капитальные постройки на земельном участке, выделенном под огородничество, на них можно возводить только сооружения некапитального характера, то есть без фундамента. Постройки на садовом участке, которые не соответствуют видам его разрешенного использования, они обозначаются в ЕГРН и местных правилах землепользования. К примеру, Верховный суд отказался узаконить гаражные боксы, построенные на садовом участке. Владельцы планировали оказать в них услуги автосервиса. Буду рад подписке на телеграм-канал ИДЗЕ, ссылки в описании. Жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.